Экотехнопарк Строительство Экотехнопарка ведется в Белоруссии на участке площадью 35 гектаров, рядом с городом Марина Горка. Именно отсюда Skyway выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Уже в октябре 2016 года Экотехнопарк продемонстрирует мировой общественности все направления инновационной технологии Skyway. Высокоскоростной, городской и грузовой виды транспорта. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизированную систему безопасности управления и энергообеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру Skyway, размещенную над землей. Сопутствующую инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. А также промышленное производство ГОМОСа из белорусского торфа. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения технологии Skyway трудно переоценить. Небесная дорога сэкономит миллиарды тонн топлива и на порядок снизит объемы вредных выбросов в атмосферу. Струнный транспорт изменит облик современных городов, создаст безопасную и комфортную среду для жизни, отдыха и работы. Подняв дороги над землей и предоставив ее поверхность растениям, животным и людям. Благодаря своим конструктивным особенностям, струнные дороги сохранят миллионы человеческих жизней. Skyway опояшет ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Струнная транспортная система создаст деловую и социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и сократив любые транспортные расходы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас сенсационный репортаж самой секретной разработки подвижного состава, а экскурсоводом сегодня у нас будет сам Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Оно секретно, но секреты мы не выдадим. Мы покажем то, что можно показывать. Пойдемте в цех. Даже здесь в коридоре стоят уже элементы. Это боковая часть корпуса юнибуса, который будет закрывать ходовую часть. Вот здесь форма, ну это часть формы для получения левого стекла, лобового, юнибуса. Для того, чтобы соблюсти четкую форму, а там точность до 0,1 мм, то вот эта форма еще будет залита специальной смесью типа бетона, которая даст жесткость конструкции, потом она будет перевернута, и вот по той наружной поверхности сделано высококачественно полированный бот, и изготавливается стекло. Ну и здесь мы стеклопластиковые элементы подвижного состава изготавливаем. Видите, даже вот кресло теперь стоит. У нас даже кресло свое уникальное, потому что таких кресел продажи нет. Они нигде не используются, чтобы ехал пассажир и мог крутить педали. Да, заметно уникальная такая форма. Да, да, и особенно вот сидушка, видите, спинка, все-все другое. И мы специально разработали эргономику для того, чтобы пассажиру, который решил заняться спортом, ну фитнесом фактически, да, было удобно и комфортно двигаться. Поэтому даже вот это мы сами делаем. Это элементы обтекателя, это лобовой обтекатель, тоже верхней части юнибайка. Здесь хвостовой обтекатель. Ну, в той части юнибайка, где стоят агрегаты, это верх, это подвесное, подвесное транспортное средство. А это здесь будет изготовлено уже другая половинка лобового стекла, ну по той же технологии. Это похоже на то, что мы видели у входа, да? Да, так там одна, ну у нас же две половины обтекателя. Поэтому они зеркально-симметричны, нельзя по одной форме сделать две. Поэтому надо делать для одного стеклоформы, для другого стеклоформы. Ну, рабочая поверхность, она не видна, она изнутри. Это внутренняя часть, которая будет потом залита для жесткости специальным. Ну, это все детали. Хотелось бы увидеть, как это все собирается воедино. Можем показать что-нибудь? Ну, пойдемте, пойдемте посмотрим, да. Такая, надо. Видишь, шлифовка, полировка. Здесь много очень ручной работы, доводки. Вообще-то дизайн, допустим, автомобиля – это непростая вещь. Я знаю, что, допустим, итальянские дизайнеры берут за дизайн автомобиля нового где-то 60 миллионов евро за разработку, изготовление только вот формы, да? То, что мы делаем. И у них тоже вручную это делается, они даже горятся тем, что они рукой, они чувствуют эту форму и доводят вручную там специально это типа пластилина материал, и они вот выбирают лишнее, как вот скульптуру делают, делают вручную, да? А наши дизайнеры сколько взяли, можете сказать? Ну, это обошлось, наверное, в сотни раз дешевле. В сотни раз дешевле. А дизайн у нас не хуже. А с точки зрения динамики лучше, потому что таких динамичных форм нету, как у нас. А давайте покажем, чтобы не лучше один раз увидеть, чем все раз услышать. Ну, здесь уже видно, что собирается юнибайк. Ну, тоже он еще не полностью готов, поэтому эту часть, как бы начинку можно показывать. Видите, тут кабели, электрика, тоже тут все собирается, тут агрегаты будут стоять. Это вот рама стальная, элементы подвеса. Здесь вот будут обтекатели, которые мы видели, боковинки, которые мы там видели. Так, и лобовое стекло. Здесь будут четыре двери, очень большие двери. Удобно будет садиться, выходить. Ну, мы делаем для того, чтобы можно было поставить дизайн этот, подвеса стату в страны, где левостороннее движение, и в страны, где правостороннее движение. Потом, естественно, мы оставим только с одной стороны движения, либо с этой, либо с этой. Понятно. Тут уже, видите, окрашена часть. Уже это рабочая окраска, рабочая поверхность. А скажите, это полноразмерная модель, или это уже промышленный образец, который будет функционален? Это промышленный образец, который будет полностью функционален. И он после выставки и некоторой доводки уже будет поставлен на технопарк и будет ездить по нашим трассам, которые мы сейчас строим. То есть мы сейчас видим именно тот образец юнибайка, который будет представлен всему миру на выставке в Берлине и на Транс-2016? Да. И часто раздаются голоса, что так долго. Вообще-то за три месяца, а мы фактически начали изготавливать юнибайки и юнибу, сейчас мы тоже его посмотрим, ну, два месяца назад, ну, два с половиной, за такой срок никто никогда не выпускал, допустим, новый автомобиль. Эти же японцы. Или новый самолет, или вертолет. Поэтому, когда говорят, что почему так медленно, мне это вызывает просто удивление, даже негодование. Ну, как так можно говорить? Поэтому я хочу показать, чтобы видели, что мы не просто говорим красивые там фразы, типа мы изготавливаем, мы действительно изготавливаем. Не все наши инвесторы, специалисты или эксперты даже в транспортной области. Дело в том, что не надо быть специалистом, надо быть более, ну, как бы терпимым, что ли, терпеливым. И не высказывать там негодование по любому поводу. Это неприемлемо для нормальной работы. Я думаю, после того, как они увидят прогресс в создании подвижного состава, у них появится немножко больше терпения. Ну, не у всех, конечно. Я думаю, да, у большинства так, да. Потому что большинство наших инвесторов нормальные, у меня они лезут. Так, там мы делаем, изготавливаем уже юнибус. Очень интересно. Да. Это чертеж его? Да. Ну, части. Это не всего юнибуса, естественно. Открытые части, да. И инновационный пол закрыт. Но могу сказать, одно, не стеклянный. Потому что нельзя транспортным средствам делать стеклянный пол. Это, с точки зрения безопасности, ну, неприемлемо. Да и когда снизу кто-то заглядывает, не очень приятно. Ну, можно зеркально сделать, да. Особенно для девушек, да. Да, да, да. Ну, видно, что здесь уже каркас полностью готов. Верхняя часть тоже. И мы готовим сейчас стекла. Здесь будет прямое стекление, двери. Это тоже сейчас все в работе. Ходовая часть тоже в работе. И поэтому мы успеваем к сроку. Хотя срок настолько сжатый, что, еще раз повторяю, никто в мире такие сложные машины за такие короткие сроки с нуля не делает. Тем более у нас не было производства. Мы это производство арендуем. И только недавно стали арендовать. У нас даже своего оборудования не было. И сейчас-то, по большому счету, ну, нет. В полном объеме оборудования необходимое. Поэтому мы подключили большое количество еще подрядчиков. Соподрядчиков, которые, поставщиков, которые вот отдельные элементы изготавливают для нас. Да и наши рабочие, по-моему, сверхурочно и выходные трудятся. Они работают и вечерами, и выходные. И нет праздников. Загружены полностью. А что это за конструкция, подскажите? Для того, чтобы тот же Unibike перевезти, он ведь не автомобиль, который на колесах стоит. Он подвешен, да? И поэтому для того, чтобы даже перевезти в сохранность, то пришлось разрабатывать даже вот каркас, раму для перевозки, который будет потом с Unibike поставлено в фуру, который повезет на выставку нашей изделия. Которая, ну, достаточно дорогостоящая и несложная. Мы его застрахуем на 500 тысяч евро. Скажите, а что это здесь так таинственно задрапировано? Ну, я бы не хотел говорить на тем. Ну, мы еще, не забывайте, еще и высокоскосной транспорт делаем. Поэтому что-то с ним связано. А вот рельсы, которые там за ним лежат, это какое-то отношение имеет тоже к выставке? Можно это показать? Ну, в принципе, можно. Это имитация путей, потому что пути-то у нас не будет. И показано тоже в полномасштабном размере. Да, да, да. Струны, ну, перейдем кверх ногами, на самом деле. Ну, вот размер, масштаб один к одному. Потому что мы покажем еще и путь, по которому будет ехать Юнибус. Но он не будет на него опираться, потому что он будет стоять над ним. Мы не можем натянуть струны на выставке и сделать полномасштабную рельсы этой струны. Антолий Эдуардович, большую часть всего, что мы делаем, разработано было специалистами завоз струны технологии. А вот что касается мотор-колес, непосредственно электродвигателей. Не большую часть, а поправил все было разработано, все абсолютно. Никто нам сторонний ничего не разрабатывал. Показать что-нибудь можете? Ну, конечно, могу показать. Так, пойдемте. Я думаю, всем будет интересно. Это мотор-колеса для Юнибайка. Они почти в сборе, но не полностью. Тут еще нет тормозных дисков и тормозных кололок. Поэтому, ну, вот масштаб виден. Это натуральный учет. Это настоящее мотор-колесо, которое будет стоять в промышленном образце Юнибайка. Его мощность колеса до 5 киловатт. То есть здесь суммарная мощность может быть 20 киловатт, а для работы нам достаточно 2,5 киловатта. Это для того, чтобы разгоняться быстрее, для того, чтобы брать уклоны. Поэтому здесь должна быть избыться мощность, а на самом деле потребляемая мощность будет порядка 2 киловатт при скорости 150 км в час. То есть, представьте, машину, которая везет 3 пассажира, у нас здесь будет 2, а так вообще до 3 юнибайка вместимость со скоростью 150 км в час. При этом, если перевести электрическую энергию в топливо, то расход топлива будет где-то за час работы, это будет 0,5 литра. За час работы. При этом он проедет со 150 км. Это где-то 0,35 литра примерно на 100 км. Вы не знаете хоть одно транспортное следствие с таким электрическим? Не знаю. На 100 км в пути при скорости 150 км в час расход энергии приводит на топливо 0,35 литра. Фантастические цифры. Да. Мы делаем вообще фантастические вещи. И на самом деле эта фантастика скоро станет реальностью, потому что мы не только слова говорим, да, рисуем картинки, как многие считают. Мы строим тестовые участки, и эти машины, которые мы здесь изготавливаем, после выставки будут уже работать там. И все видят и убедятся в том, что мы говорим правильно. Многие так считают, потому что знают, что некоторые так делают. Но не мы. Мы не так делаем. Это вот каркас, на котором будут стоять мотор-колеса. Правильно я понимаю, что это уже все подготовлено для установки на этот образец, который готовится для выставки «Инотранса». Да. Со всеми основными элементами. Здесь мы уже мотор-колесо для единидуса изготавливаем. И здесь это приспособление для изготовления ротора, который, вот видите, набирается из пластин. Ну, здесь будут вставляться потом магниты. Вот он здесь вот в наборе. Это приспособление. Ну, масштаб виден. Вот ротор. Статор будет чуть большего диаметра. Значит, мощность двигателя с колесом. Где-то габариты вот такие будут. С колесом, да? До 50 киловатт. Хотя для работы «Инебуса» нужно где-то при штатной скорости порядка 7 киловатт. Четырнадцатоместный «Инебус». То суммарная мощность у нас будет больше 100 киловатт, мотор-колес, для того, чтобы развивать, опять же, быстро скорость, чтобы брать уклоны, в горочку двигаться. Поэтому, естественно, тут мы делаем двигатели с запасом мощности где-то десятикратно. Великолепно. Спасибо вам большое за такую интересную экскурсию, Анатолий Эдуардович. Я думаю, все наши зрители поняли, на чем сейчас сосредоточено основное внимание и вас, и всей нашей организации. И я хочу призвать наших зрителей подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.defeesystem.com. Короче, поддерживайте наш проект, и вы станете свидетелей не только фантастических слов, но и фантастических дел. Ну и строй Skyway, спасай планету! Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас в начале вебинар вводный, то есть это азбука Skyway, это первые шаги Skyway, ну и далее уже расширенный, то есть по текущим нашим новостям, по текущим нашим движениям, потому что действительно проект на сегодняшний день, дорогие друзья, развивается фактически каждый день. И за неделю появляется весьма много новостей, о которых мы рассказываем уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но, собственно, так как данный вебинар вводный предназначен для тех людей, кто только присоединяется к Skyway, пожалуйста, проголосуйте, в который раз вы присутствуете на вебинаре, потому что это для нас достаточно важно. Мы отслеживаем статистику и, как правило, многие, кто присутствует первый раз, не голосуют на опроснике, но мы уже понимаем непосредственно после перехода на расширенный технико-экономический вебинар, сколько людей присутствовало, тех людей, кто только начинает погружаться в Skyway, на азбуке Skyway. Собственно, давайте перейдем к вебинару, то есть опросник я открыл, чтобы было понимание на будущее. И сегодня, дорогие друзья, вы обязательно, я искренне надеюсь, поймете и узнаете, почему уже более 80 тысяч людей по всему миру инвестируют каждый месяц в проект Skyway, и почему более 500 тысяч, то есть эту цифру я взял из научно-популярного журнала, соответственно, «Популярная механика» он называется. В недавнем времени нас там разместили статью, и, собственно, это цифра 500 тысяч человек, кто не только поддерживает, но и просто наблюдает за проектом. То есть тот, кто наблюдает за проектом, когда-то в этот проект присоединится, дорогие друзья, потому что невозможно на самом деле устойчивым быть, даже если человек моральный и эмоционально устойчивый, в обилии того потока новостей, которые мы наблюдаем. И сегодня также на расширенном технико-экономическом вебинаре я дам вам два слайда, которые позволят работать также с предпринимателями, независимо от того, строил человек либо оптовые розничные сети, либо свой бизнес, либо франшизный бизнес, либо там MLM-лидер. То есть благо есть время иногда в полетах не отвлекаться, сконцентрироваться, и эти два слайда я набросал. То есть это достаточно серьезные железобетонные, я бы сказал, аргументы при общении с такого рода людьми, то есть реально с лидерами. Я это все обкатал в Германии и обязательно вам представлю. Это в виде ссылочки на скачивание, пока Сергей Анатольевич будет на расширенном технико-экономическом вебинаре вещать. И непосредственно, если говорить про мое мнение, то есть когда я присоединялся к проекту, были также и сомнения, и вопросы, и очень много я погружался в проект, задавал самые каверзные вопросы, потому что был в числе первых 50 инвесторов. На сегодняшний день лучшим ответом на наши вопросы являются те результаты, какие мы достигли, то есть на этом вебинаре мы обязательно покажем те результаты, которые мы достигли и достигли еще больше, и все это запланировано. Сейчас мы развиваемся действительно по планам. И на мой взгляд, причем это мнение изначально было несколько другое, то есть вначале я думал, что 50-60% населения земного шара, соответственно, узнает о проекте Skyway и заинтересовано в развитии проекта Skyway. Но сейчас я больше чем уверен, что 99% населения Земли так или иначе узнает о проекте Skyway будут заинтересованы как минимум в плане потребления услуги транспорта ближайшего будущего транспорта второго уровня Skyway и как максимум уже в плане развития бизнеса Skyway. И на сегодняшний день, дорогие друзья, можно сравнить Transnet, это будущая транспортная, энергетическая, коммуникационная сеть, информационная, даже социальная и финансовая, мы предполагаем, она будет развиваться в логике интернет. Но если интернет на сегодняшний день занимает преобладающую часть мировой капитализации, мировой экономики, я включаю сюда и интернет вещей, я включаю сюда и микроэлектронику, я включаю в себя и различные мессенджеры, социальные сети, операционные системы. То есть все это отчасти порождение пятого технологического уклада и, соответственно, как шестой, на наш взгляд, будет строиться на струнных технологиях, которые были изобретены Анатолием Эдуардовичем Юницким, так и пятый когда-то строился на свойстве кремния и, соответственно, на кремниевых технологиях. Мы не будем вдаваться на этом вебинаре в такие глубокие технические подробности, хотя все ответы есть, и есть замечательное издание, недавно переизданная брошюра «100 ответов на 100 вопросов». То есть в этом материале даны ответы чисто на технические вопросы, и это было на первых стадиях моей настольной книгой «Погружение в Skyway». И, собственно, мне, как инженеру-механику, было интересно это все и занимательно пытать посмотреть, так как это упрочняет веру в проект. Ну, извините, первую инвестицию я совершал в 2014 году, когда была не отстроена еще ни юридическая, ни финансовая схема, и, соответственно, нужно было из чего-то черпать уверенность в проекте, и, собственно, можно за собой повести людей только в том плане, если действительно вы в первую очередь будете уверены. И сегодня, повторюсь, более 80 тысяч людей по всему миру уверены в развитии проекта Skyway, и, собственно, это говорит о том, что, да, действительно, мы в ближайшее время, дорогие друзья, сможем решить достаточно серьезные для нас всех с вами задачи, вопросы и проблемы. То есть это то, не соответственно, немного неравенство развития технологии. Если я, допустим, могу денежный перевод с помощью обычного моего мобильного телефона, я признаюсь честно, что в 2010 году я искренне боялся переводить денежные знаки через виртуальные переводы. То есть я пользовался карточкой, но то, что было за гранью карточки, то есть онлайн-банкинг и так далее, несмотря на то, что, казалось бы, я пользуюсь смартфонами, различными гаджетами, и для меня это не должно быть ново, но я к этому реально достаточно долго привыкал. Сейчас же я не могу представить себе жизнь без этой опции, то есть возможности открытия моего мобильного приложения и оплаты различных счетов в различных частях земного шара в любой стране. Главное, чтобы к моему смартфону был подключен интернет, либо чтобы я смог зайти со своего стационарного компьютера, то есть это описывает логику вообще, всю суть интернета и почему такая достаточно серьезная капитализация в этом направлении была и сейчас до сих пор развивается, несмотря на то, что мы пережили бум доткомов и бух, это не оговорка, потому что он рухнул, то есть этот пузырь, который надувался, он действительно лопнул. И, соответственно, сейчас должно появиться что-то, что будет также дополнять, формировать мировую капитализацию, мировую экономику и пора уже решать такие задачи, когда, извините, необходимо добираться до какого-то города, европейского, обязательно через Москву. И обязательно мы вынуждены тратить много времени. И все вы прекрасно помните, кто часто летает в Москве, очень часто меняют номер выхода. И это, я скажу откровенно, раздражает. Хотелось бы использовать ту технологию, быть потребителем, когда ты зашел в свой транспортный модуль и перемещаешься с помощью, собственно, основываясь на концепции мгновенного перемещения, то есть что такое концепция мгновенного перемещения, что в своем транспортном модуле, одновременно перемещаясь из точки А в точку Б, примеру, из Челябинска в Москву, я могу общаться по телефону, я могу заряжать телефон, я могу пользоваться Wi-Fi, я могу смотреть фильмы, я могу серфить по интернету, общаться со своими родными, спать, кушать, есть. И, собственно, это и есть основа нашей сегодняшней жизни, решать какие-то вопросы по бизнесу, по работе. Не хотелось бы, чтобы в транспорте мы отрывались от реальной действительности, дорогие друзья, потому что на сегодняшний день транспорт не может позволить эту потребность удовлетворить. И что касается, например, вообще товара и грузоперевозок, то есть это штучные, сыпучие грузы, это нефть, это газ и так далее, и тому подобное, то тут обстоит еще более сложная проблема, потому что скорость грузоперевозок железнодорожным транспортом, ну, собственно, на сегодняшний день, это чуть больше 20 км в час. И это считается нормальным, несмотря на то, что может разогнаться железнодорожный состав, но с учетом всех остановок, с учетом транспортно-логистических вот этих пробок, все равно скорость сводится к минимуму. И самое быстрое на сегодняшний день средство перемещения, это вообще метро, московское метро. Это примерно 30 км в час скорость перемещения. На каких скоростях, это просто мечта для человека, перемещаться со скоростями хотя бы до 120 км в час, можно на сегодняшний день и не мечтать, дорогие друзья. И, собственно, технология SkyWay, транспорт SkyWay, это то недалекое, действительно, будущее, которое охватит жизнь каждого живущего на сегодняшний день на планете Земля. И, собственно, каждый будет пользоваться данной услугой, данного прорывного транспорта. Ну и, соответственно, представьте, какой мощной может быть действительно капитализация, капитализация той компании, которая упаковала, допустим, вот эту технологию прорывную в виде интеллектуальной собственности, то есть юридически упаковала, и каким потенциалом, какой выгодой является инвестиция в это направление. И, собственно, вот это вот и является причиной, дорогие друзья, почему сегодня я вещаю, Сергей Анатольевич будет вещать в вебинарных комнатах, и мы рассказываем как в вебинарных комнатах, так и на многочисленных конференциях. То есть на этих выходных я был на встрече в Ганновере, недалеко от Ганновера, прекрасное место Бадзальдзуфлин. На следующих выходных, то есть уже на этих выходных я буду уже проводить конференцию, наши партнеры организуют конференцию в Республике Кыргызстан. И, собственно, таких конференций происходит одновременно в различных частях земного шара достаточно много, дорогие друзья. И это является движущей силой, составляющей на сегодняшний день нашего проекта. И с мира по нитке, так скажем, мы решаем действительно глобальную, как транспортную, так и экологическую проблему. Но сама концепция и сама идея развития струнного транспорта проделась еще, так скажем, в отдаленном времени. Это более 39 лет назад. Анатолий Эдуардович придумал концепцию вообще, каким образом вывести промышленность в открытый космос. То есть это действительно то, что волнует на сегодняшний день очень серьезно, как мировую общественность, так и многие страны, ГАСУ поняли и признали тот факт, что да, сейчас мы приближаемся стремительно к прохождению точки невозврата. То есть именно по экологической ситуации, то, что сейчас проблема глобального потепления, она понята многими государствами всего мира. И, собственно, на расширенном технико-экономическом вебинаре мы обязательно несколько на этом остановимся. Но Анатолий Эдуардович придумал, каким образом решить всю эту задачу, проблему еще в конце 70-х годов. И в 88-м году на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса Анатолий Эдуардович представил ту концепцию, это общепланетное транспортное средство, которое будет решать задачу очищения нашей планеты от вредного производства и вывода этого производства за пределы планеты Земля уже в космос. И, соответственно, подобное глобальное, серьезное инфраструктурное сооружение было воспринято общественностью на ура в журналах техника молодежи и многих других советских журналах того времени печатались издания. Но, собственно, никому, никогда, дорогие друзья, не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. И, соответственно, для того, чтобы представить, каким это будет будущее, именно не ближайшее, как струнный транспорт и транспорт второго уровня, такое несколько отдаленное, то есть 20-25 лет мы позиционируем, на каждом вводном технико-экономическом вебинаре я включаю тот ролик, ту визуализацию, которая в недавнем времени появилась. И это достаточно такая вот эпохальная вещь, которая изменит жизнь еще более серьезно, чем струнный транспорт. А струнный транспорт уже появится, и демонстрация произойдет в этом году, то есть осенью 2016 года будет представлен подвижной состав в виде масштаба 1 к 1 на выставке международной инфраструктуры, которая пройдет в Берлине. И, соответственно, до зимы произойдет закрытая демонстрация, презентация для различных руководителей, администрации, президентов и так далее, и тому подобное. То есть те, кто сейчас упорно ожидает, когда же на самом деле уже струнный транспорт будет продемонстрирован в движении, и к этому, дорогие друзья, мы стремительно приближаемся. А теперь давайте посмотрим, с чего начиналась вообще технология струнного транспорта на концепцию общепланетного транспортного средства, то есть Spaceway. Как говорится, дорогие друзья, все начинается с идеи, с мысли, с визуализации. У нас в данном случае визуализация компьютерная. И, собственно, далее начинается уже воплощение, инженерные расчеты. Я могу сказать, что Анатолий Эдуардович уже занимается общепланетным транспортным средством, то есть как факультатив, как именно буквально перед сном, буквально, когда есть хотя бы свободные полминуты, Анатолий Эдуардович Юницкий думает над созданием концепции общепланетного транспортного средства. На самом деле это в сложных интегральных вычислениях, математических расчетах было описано еще, опять же, несколько десятков лет назад в монографии «Струнные системы на Земле и в космосе». То есть рекомендую, тот, кто с техническими предметами дружит и владеет подобными математическими вычислениями, кому интересно почитать подобный материал, обязательно ознакомьтесь на сайте Анатолия Эдуардовича. Это все доступно в открытом доступе. И в 2000-х годах, дорогие друзья, произошло то, что должно было произойти. То есть если точка входа через развитие общепланетного транспортного средства в виде струнных технологий была не вовремя, и, собственно, далее произошла оптимизация, то есть максимальное удешевление, максимальная оптимизация использования материалов, максимальное упрощение принципа работы струнных технологий. И, собственно, появился струнный транспорт, он развивался еще и в 90-х годах. Многие попытки были общения с губернаторами, с администрациями и так далее. То есть даже это было одной из стратегий развития Российской Федерации. Но в 2000-х годах произошла та веха, которую можно считать началом эпохи Транснет. То есть был заложен в 2001 году в городе Озеры Московской области нулевой километр, то есть это первый такой символический камень, который ознаменовал строительство полигона в городе Озеры. И финансировал этот инженерный строительный объект, проект, губернатор Московской, губернатор Красноярского края, Лебедь Александр Иванович. То есть это тот человек, которого убедил Сергей Анатольевич Сибиряков, буквально встретившись с ним в самолете, являясь на тот момент, Сергей Анатольевич являлся на тот момент серьезным чиновником, то есть работал в налоговой службе и решал многие процессы, общался с губернаторами, донес, каким образом можно увеличить ВВП Российской Федерации в 4-5 раз менее чем за 6-7 лет. То есть это, естественно, очень сильно заинтересовало губернатора, который на тот момент также был одним из претендентов на пост высших правителей государства. И с 2001 по 2009 год ЗИЛ, уходящий в небо, профункционировал. Мы его так вот называем. Было проведено множество исследований, лабораторий и так далее. Лабораторией фактически являлся этот ЗИЛ. Даже специально намораживали лед на путевую структуру, чтобы доказать, что перемещение сталь по стали, то есть стальное колесо по стальному рельсу, невзирая на данные препятствия, преодолеет все свои трудности. И, соответственно, очень много на самом деле исследований было сделано в период с 2001 по 2009 год. Но история развития струнного транспорта, кто будет читать технологию небесной дороги Юницкого, будет читать литературу небесной дороги Юницкого, соответственно, уже непосредственно найдет ее на сайте. И, дорогие друзья, это действительно очень-очень серьезный объект, который был и функционировал с 2001 по 2009 год. И, соответственно, это то, что произвело доказательную базу. В 2009 году полигон Московской области города Озеры был снесен, уничтожен неизвестными лицами по неустановленным причинам. Но, дорогие друзья, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я имею в виду проект Skyway, я имею в виду историю развития проекта Skyway. Соответственно, в 2013 году был предпринят достаточно серьезный шаг Анатолия Эдуардовича Юницким. Это шаг начала эпохи краудинвестинга. Это то, что, собственно, нам позволило на сегодняшний день с вами, дорогие друзья, участвовать в проекте, быть совладельцами, быть дольщиками и в будущем приобрести ныне это обязательство международной корпорации Skyway. В ближайшем будущем это достаточно неплохие активы, акции на уровне крупнейших корпораций, то есть Apple, Google, Alibaba и так далее и тому подобное. И, дорогие друзья, вот, пожалуйста, фото, достаточно эпохальное такое фото с октября 2015 года, когда в здании при администрации правительства в одном из главных залов происходила конференция, общероссийская и международная конференция, на которой присутствовал Анатолий Эдуардович Юницкий. Анатолий Эдуардович не на многих конференциях присутствует лично, и раньше я могу сказать, что можно было застать Анатолия Эдуардовича и при проведении вебинаров, потому что первые вебинары начинались вообще менее чем с 20 людей, и первый вебинар вообще я увидел в маленьком окошечке с плохим звуком и зацепился, ухватился за эту идею, потому что инженерная это действительно гениальная мысль, и сегодня она воплощается в жизнь. Сегодня более 350 людей ранее, сейчас это 500 тысяч людей по всему миру, либо поддерживая активно, то есть инвестируя в проект, либо поддерживая, просто распространяя информацию о проекте, либо в качестве вообще наблюдателей, но все равно принимает участие, потому что когда-то узнали о проекте, создают достаточно серьезные финансовые потоки на развитие и создание экотехнопарка, и соответственно выводу на рынок городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, и соответственно высокоростной транспорт, и естественно наши юркие, мускулистые, физически очень выносливые, проворливые юнибайки, юнибайки, это вообще велосипед 21 века, и на расширенном технико-экономическом вебинаре обязательно более подробно остановимся на этом транспорте. Это не игрушка, это очень серьезная будущая капитализация, которая будет на уровне современных смартфонов, то есть каждый будет пользоваться юнибайком, на наш взгляд, это уже с точки зрения научно-технической школы, инженера юницкого школы Skyway, и с точки зрения практикующей футурологии, которой мы с Сергеем Анатольевичем занимаемся. Легкий прогулочный транспорт будет одной из основ как городов будущего, так и существующей инфраструктуры, существующих городов, которая будет преобразовываться, потому что не преобразовываться нельзя, так как, к примеру, гор электротранспорта многих городов Российской Федерации находится в предбанкротном состоянии. А я задам простой вопрос, дорогие друзья. Хотели бы вы перемещаться со скоростью в 3-4 раза быстрее, чем автомобиль, и, соответственно, в 3 раза дешевле? Многие отвечают на этот вопрос, что либо это невозможно, либо, конечно, хотел бы. И струнный транспорт, сеть Transnet позволит принимать участие и действительно это будет очень мощным социальным лифтом, потому что вы видите, что на сегодняшний день многие, если в Россию, вынуждены ездить на автобусах и, к примеру, сел, деревень, работать в город, чтобы заработать деньги, соответственно, на дополнительное обучение и на повышение своего образования и в дальнейшем социального статуса. Представьте, насколько изменит жизнь этих людей приход транспорта второго уровня, который позволит им за буквально намного меньшие деньги перемещаться и обучаться, и работать, и действительно достигать своих целей, своих меч в жизни. И этот транспорт будет безопасным, этот транспорт будет комфортным и, в первую очередь, экономичным при перемещении. Если говорить про долговечность, то путевая структура будет стоять, как на сегодняшний день стоят мосты и, собственно, железные дороги, также достаточно долговечные. Но что касается струнного транспорта, то срок службы 100 лет, и мы это позиционируем, мы это будем достигать, потому что уже технически все рассчитывается. Это абсолютно экологичный транспорт, дорогие друзья, по инновационности и вообще по ноу-хау. можно сказать, что такого транспорта на сегодняшний день не существует вообще в мире. И, соответственно, основой, естественно, буквой А и первым фактором, который влияет на стремительный, растущий интерес к струнной технологии, к технологии Skyway, к транспорту второго уровня, это совершенно иная аэродинамика, потому что подвижной состав располагается на опорах, то есть мы располагаем опоры, натягиваем путевую структуру, то есть это предварительно напряженная, натянутая конструкция, закрепленная на концах опор, которая принимает на себя нагрузку, и, соответственно, промежуточные опоры поддерживают эту самую путевую структуру. Провиз там минимальный, то есть в плане самой путевой структуры это будет для пользователя, для пассажира абсолютно незначительным фактом, и он просто его не почувствует. Но тот факт, что в сотни раз аэродинамика более существенная, чем у спорткара, и она сравнима с аэродинамикой современных самолетов, спортивных, военных истребителей, что касается уже высокоскоростного направления Skyway, это говорит само о себе. И, соответственно, за счет такой вот очень серьезной аэродинамики формируется экономия как топлива, так и материалов при строительстве и эксплуатации. Если говорить про юнибайки, я начну, так скажем, с менее шокирующего, то есть юнибус, который будет перевозить 50 пассажиров примерно, будет потреблять в топливном эквиваленте 2-3, максимум 4 литра на 100 километров, и, соответственно, переводить на потребление электроэнергии, то примерно 20 киловатт. А юнибайк, легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт, который будет основой вообще всей транспортной индустрии, одним из первых шагов и одним из первых этапов первых уровней зарождения транспорта первого уровня, соответственно, он будет потреблять, дорогие друзья, на 100 километров. Существует ли вообще на сегодняшний день подобный транспорт, который будет настолько мало потреблять топливо? И, соответственно, если на киловатт переводить, это полтора киловатта. На минуточку, если на технических нюансах, аспектах остановиться, то примерно 200-300 киловатт выделяет только сам двигатель внутреннего сгорания небольшого пикапа фирмы Ford, например. То есть, этой энергии будет достаточно, если ее расходовать, соответственно, на отопление даже дома. И, дорогие друзья, сама ноу-хау конструкции струнной путевой структуры заключается в том, что на сегодняшний день, да, действительно, такого принципа не используется. Но, применяя все известные законы, все известные материалы, Анатолий Эдуардович действительно соединил воедино и создал действительно прорывную технологию. Это как высокоскоростной рельсовый автомобиль, так и струнная путевая структура. Почему струнная? Потому что от струны на самом деле есть некоторые нюансы, можно сравнить, потому что струну мы натягиваем, иначе она не будет звучать. И внутри вот пучок стальных проволок, это может быть, могут быть проволоки от полутора до пяти миллиметров. Это может быть различный вид самого струнного рельса, то есть, зависит от применения. Но общий принцип он похож. И, соответственно, потом идет элемент крепления, то есть, вы видите на картинке, и далее заливка всей этой конструкции спецбетоном. Спецбетон был разработан также нашими усилиями на базе зао-струнной технологии. И это бетон, действительно, которого также не было в мире, потому что не было необходимости прокачивать и иметь те технические характеристики, показатели, свойства, которые необходимо иметь нам на 2-3 километра, а то и 4 километра. Ну и, соответственно, потом ставится головка рельса, она также инновационная и без реборд данная головка рельса. И, соответственно, цилиндрическое колесо, в отличие от конического колеса железнодорожного состава перемещается в соприкосновение сталь по стали. Соответственно, я могу говорить такие фразы, как площадь поверхности соприкосновения, контакта, минимально по сравнению с обычной пневматической шиной, по сравнению с железнодорожным составом. Могу приводить много аргументов и доказательной базы именно в технических планах и аспектах. Могу говорить о тех проектах, которые планируются, но, дорогие друзья, это не имело бы никакого смысла и это было бы просто говорильней, это было бы просто введением заблуждений, побоюсь этого слова, и я бы этим не занимался, если бы реально не достигались результаты, реально не велось бы строительство. 29 июня был получен, был заключен договор аренды земельного участка в городе Марина-Горка и, собственно, давайте переместимся уже в отдаленное время, то есть, к примеру, это 9 июня. И что происходило потом, то есть, буквально очень быстро дамы и господа пробежимся, потому что это самые главные доказательства, самое главное, то, что происходило и то, что сейчас происходит и без строительства этот проект не имел бы никакого смысла. 16 июня уже вы видите насколько была построена первая анкерная опора, соответственно, 22 июня запараллельно продолжает вестись строительство установленной промежуточной опоры легкой прогулочной трассы, это те самые юнибайки, то есть, вы видите монтаж анкерной опоры, которая будет принимать нагрузку от путевой структуры, от усилия, которое будет воздействовать на путевую структуру, это тоже легкая трасса, далее, соответственно, вторая анкерная опора легкой трассы, все строительство это общеизвестные понятные факты, отработанная технология, поэтому при достаточности финансирования строительство ведется достаточно быстро, и 30 июня близится уже процесс к завершению строительства второй анкерной опоры городской пассажирской и высокоскоростной трассы, соответственно, уже если смотреть 8 июля, то мы видим завершение процесса строительства фундаментов под анкерные опоры легкой трассы, и все готово, чтобы продемонстрировать как тело опоры может быть установлено на фундамент за 24 часа, тут даты немножко перепутаны, и вот, пожалуйста, 18 июля это уже начало запараллельное опять строительство, то есть одновременно строится и городская пассажирская трасса, и легкая прогулочная трасса, и высокоскоростной трассы снова закладывается, и уже ведется строительство грузовой трассы, и далее мы видим развивается строительство второй анкерной опоры, то есть вспомните на прошлых слайдах как выглядела вторая анкерная опора, создается модель один к одному на базе бывших цехов в ее мобиле, и собственно там сейчас создается технология Skyway, подвижные составы в модели один к одному, вот 22 июля нас уже спрогрессировало строительство второй анкерной опоры городской пассажирской высокоскоростной трассы, продолжается опять же строительство юнибайков и городских пассажирских юнибусов, то есть вот справа такой вагончик, это будет городской пассажирский юнибус, и посмотрите насколько аэродинамичная форма слева юнибайка, то есть это хвост можно сказать можно сравнить с рыбой и это действительно очень серьезные высокие показатели аэродинамики также на базе цехов где строится подвижной состав и собирается подвижной состав в масштабе один к одному можно увидеть и мотор колеса систему мотор колес это основа это платформа нашего подвижного состава и систему велоприводов которая позволяет в юнибайках крутить педали и дополнительно вырабатывать электроэнергию 17 августа опять же видите прогресс тридцата второй анкерной опоры даже вот это технологическое отверстие оно сделано не просто так не для красоты это именно для компенсации аэродинамического удара и будет именно как дополнительная подушка использоваться для того чтобы на высоких скоростях скомпенсировать аэродинамический удар приходящийся на путевую структуру и соответственно саму опору 17 августа вы видите начало монтажа высотной опоры уже городской пассажирской трассы то есть для кого непонятно давайте пожалуйста посмотрим на план вообще что должно быть продемонстрировано и я думаю что на вводных технико-экономических вебинарах мы также будем обязательно показывать видео экотехнопарка потому что каждый должен понимать вот видите справа это соответственно виднеется анкерная опора именно вот первая анкерная опора вторая анкерная опора также сейчас строится вы видели и высотные опоры это вы видите уже вот городской пассажирской трассы совмещенной будет с унибайком вот г-образные опоры которые вы видели соответственно уже в реальности на фотографиях стройки а не просто визуализации и это основные результаты дорогие друзья которые достигают и собственно сейчас уже готовится весь процесс к монтажу путевой структуры то есть 18 августа было действительно в первую очередь очень важное с точки зрения технологии и с точки зрения сравнения ровности пути потому что в дальнейшем будет натягиваться на опоры монтироваться путевая структура и соответственно должна быть идеально ровная поверхность пути на одинаковой высоте расположены промежуточные анкерные опоры это было и красивое зрелище и очень для нас символичное дорогие друзья ну и 19 августа вы видите уже что фактически опять же по понятным процессам по понятной технологии уже установлена опалубка закладные элементы анкерных соединений началось бетонирование то есть более 125 кубов было залито бетона буквально на этих выходных то есть это говорит о том что в буквально скором времени уже начнет расти ввысь опять же в запараллельном строительстве анкерной опоры грузовой трассы и это дорогие друзья делается за счет народного финансирования и это как раз таки основное достижение и основной результат что да действительно проект Skyway стремительно развивается и подходит уже от декларации к демонстрации и да действительно те адресные проекты которые мы уже синициировали инициируем сейчас они будут развиваться после демонстрации технологии мы уже получили таких мощных сподвижников и партнеров как Рот Кук это бывший министр транспортного департамента Южной Австралии а также развитие инфраструктуры и многие люди самым различным способом высказывались тем самым проявляли интерес о нашей технологии то есть на ранних стадиях даже в вебинарах принимали участие Хазин Михаил Леонидович Делягин Михаил Геннадьевич Леонтьев Леопольд Игоревич отец современной и в первую очередь российской цветной металлургии и новые концепции легирования материалов металлов также очень положительно относятся к нашей технологии Жириновский Владимир Вольфович несмотря на то что разные люди по-разному относятся к этому человеку но все же это политика это также руководитель партии одной из на территории Российской Федерации и он говорил о необходимости струнного транспорта также на одном из центральных телеканалов и Гришин Сергей Анатольевич это бывший замминистра транспортных путей сообщения Российской Федерации ныне руководитель одной из крупнейших транспортных корпораций и соответственно он приезжал с конкретной целью ознакомиться с технологией посмотреть чтобы в будущем уже в своей корпорации применять эту технологию сколько еще таких людей будет дорогие друзья и сегодня действует опцион это специальный минимальный опцион который был выделен действительно с щедрой руки Анатолия Эдуардовича Ницкого для тех людей кто просто интересуется проектом хочет наблюдать за ним может быть боится инвестировать может быть ждет каких-то событий допустим сейчас многие ждут монтажа путевой структуры все ожидаются действительно серьезные инвестиции на сегодняшний день одна из самых крупных инвестиций это от одного человека 330 тысяч долларов и человек просто зарегистрировавшийся в проекте сможет получить минимальный пакет обязательств Skyway просто за регистрацию и соответственно таким образом можно строить сеть заинтересованных ну и соответственно новости будут делать дорогие друзья свое время свое время свое дело потому что невозможно устоять перед такими новостями я каждый раз как ребенок радуюсь продвижению строительства и когда я увидел что это все начало строиться мне с моим с 2011 года в интернет предпринимательстве в развитии различных проектов помимо своего традиционного бизнеса было удивительно каким образом нас все-таки не обманули каким образом все-таки проект не разрушился и все-таки началось строительство и я верил в проект но со строительством вера в тысячи раз увеличилась сегодня действительно вот истинные skywayщики так скажем у нас такое понятие есть и призвание я бы сказал развивается мы бежим очень серьезный такой марафон кто-то не выдерживает и многие люди присоединяются многие выдыхаются сразу если в первую очередь начали русскоговорящий сейчас на многие языки мира переведен сайт skyway capital мы подключаем различные платежные системы у нас мощная финансово-юридическая основа и действительно новости бизнес-план эко-технопарка те адресные проекты те процессы которые на сегодняшний день происходят и в первую очередь строительство и в первую очередь что технических тарисков нет и мы поддержаны экспертным советом при министерстве транспортической федерации мы поддержаны международной консалтинговой компанией мбм и многое-многое дорогие друзья другое и собственно то ли еще будет потому что поддерживать нас будет еще очень и очень много организаций но это говорит о том что действительно возможность раз в сто лет и мое мнение дорогие друзья так как возможности входа в главную компанию которая будет входить во все адресные проекты в качестве соучредителя в качестве дольщика в качестве совладельца такой возможности в будущем уже не будет и не будет того дискаунта который мы имели в прошлом один к полуторам тысячам то есть на одну и ту же сумму с приходом нового этапа на сегодняшний день это соответственно седьмой этап всего 15 этапов но вы получаете меньшую сумму обязательств за одну и ту же сумму ваших денежных знаков с помощью которых вы голосуете за реализацию проекта Skyway и проявляете свой интерес к реализации проекта Skyway но собственно свой взгляд с высоты действительно полета небесных технологий то есть если можно сказать Анатолий Эдуардович заложил фундамент и Сергей Анатолевич потом присоединился начал в переносном смысле рыть уже котлованы под промежуточные опоры и мы с вами сейчас уже закладываем основы для монтажа струн то есть это вот в переносном смысле если говорить то дорогие друзья давайте послушаем того человека который более 15 лет уже развивает проект Skyway и собственно имеет огромное то что именно Сергей Анатолевич присоединился к проекту Skyway в свое время потому что Сергей Анатолевич и научил и учит и будет продолжать учить ну и сейчас уже в какой-то мере ученики Сергея Анатолевича в том числе и я мы максимально стараемся двигать интернационально проект Skyway но действительно 15 лет это не два с половиной года в проекте Сергей Анатолевич вам слово спасибо Алексей ну вот друзья я каждый раз когда слушаю Алексея там еще ряд наших спикеров так ну во-первых друзья как видно как слышно дайте обратную связь чат отлично значит видите у нас формат сейчас для начинающих тех кто входит только в проект вот Алексей вводит материал и мы не зря уже 4 месяца не просто как попугаи а именно отрабатывая схему доведения информации видите сейчас я у меня как раз будет уникальная возможность я точно знаю что один из очень уважаемых и серьезных инвесторов у нас сейчас присутствует на вебинаре я потом обязательно с ним как раз обсужу вопрос по тому как вот эта вводная часть как сегодня человек который только вот на этой неделе подключился к проекту только услышал и фактически как бы вот вебинары как они работают и как они оказывают информацию воздействия на то как человек получает информацию и дальше именно уверенность движения в проекте с точки зрения тех кто только подсоединился новички вот мы хотя слово новички мы сейчас убираем потому что ну что такое для профессиональных и очень опытных инвесторов особенно которые участвуют не в одном МЛМ проекте и просто инвестиционном проекте слово новичок это говорит о том что просто открывается новая ниша и все больше и больше сегодня профессионалов и людей и инвесторов смотрят сегодня на наш проект и действительно уже когда идет вот такая ретроспектива что сделано за последние три года у нас 16 октября будет трехлетие именно проектов в стадии краудинвестинга для этого мы работали как именно крупный венчурный проект научный проект инвестиционный проект вот но везде надо было пройти именно доказательную базу то есть построение именно демонстрации технологии и сегодня мы активно по этому направлению идем поэтому сегодня тот кто подсоединяется в проект вы уже видите во первых очень большой сегодня обсуждение в интернете и положительных и отрицательных и экспертов которые действительно высказывают очень серьезные мнения о проекте и просто балаболов которые балаболят на предмет не понимая вообще о чем они говорят вот а есть люди которые вообще в жизни ничего не знают пытаются делать экспертов такие тоже деятели встречаются и сегодня у нас друзья прям очень серьезное событие к которому я могу сказать что КБ и лично Юницкий и конструкторское бюро переходят вообще практически на круглосуточную работу потому что мировая презентация 21-24 сентября 21-23 это друзья конечно крайний такой ответственный момент когда в присутствии 200 крупнейших транспортных компаний мира и более чем 20 стран мира будет заявлено о том что существует новый концепт движения и этот концепт единственный правильный и он претендует на лидерство в мировой подрасли после сентября друзья будет очень интересное развитие событий потому что кто-то примет на ура эту концепцию у нас появится большое количество союзников кто-то это воспримет как прямую конкуренцию и начнется очень серьезная такая интеллектуальная война но это друзья скажем так однозначно серьезный этап и то количество людей серьезных уже инвесторов серьезных политиков бизнесменов которые будут присутствовать за эти три дня на этой выставке оно конечно говорит о том что интересно что мы делаем самый что ни на есть большой и там будет продемонстрировано две новые принципиально новые машины это электромобили не просто электромобили а электромобили второго уровня чего еще не делал никто вот и один концепт это электромобиль то есть электро юнибус пассажирского направления то есть 14 местные то есть это замена микроавтобусов и второй это юнибайк такого экологического направления которое может еще и половину энергии для своего движения 150 км в час вырабатывать с помощью генерации велогенерации свои силы то что Алексей сейчас показывает это будет абсолютно новое направление его еще не существует это принципиальная новизна вот и естественно что по возвращению то есть в Берлине будет демонстрироваться просто макет а это действующие образцы и именно эти образцы по возвращению из Берлина в октябре месяце приступят уже непосредственно полевым испытаниям то есть когда будет смонтирована путевая структура и начнется уже именно демонстрация технологии и с этого момента как раз Экотехнопарк начнет свою работу это будет старт его работы вот мы рассчитываем где-то это будет последняя неделя может первая неделя ноября и тут много задают вопросов а когда будет окончание технологии так вот я могу сказать что начало будет в октябре 2016 года а завершения не будет никогда во всяком случае на ближайшие 100 лет Экотехнопарк будет работать он постоянно будет выдавать новые образцы испытывать новые модели будут постоянно выдавать новые технологические решения и этот путь который имеет начало но не имеет конца так же как авиация которая родилась чуть больше 100 лет назад мы постоянно мы видим новые образцы новые решения новые технологические испытания которые происходят и соответственно самолеты становятся более экологичными более безопасными Но, тем не менее, то, что мы готовим, друзья, с точки зрения замены технологических укладов, то, что мы делаем, мы заменим этих передателей цивилизации, потому что с точки зрения экологии самолеты сегодня приносят такой вред окружающей среде оценить, который сегодня даже тяжело. Поэтому об этом стараются сильно вслух не говорить, потому что скорость, которую дает самолет, заменить невозможно наземным транспортом, экологичным транспортом. И как раз эра авиации сегодня уходит в прошлое с появлением струнных технологий и юнибусов, которые будут сначала давать скорости 100, потом 300, потом 500, потом 600. А сегодня уже готово полностью теоретическое и концептуальное решение, когда наши уже юнибусы могут выйти в гиперскорость, то есть скорость 1250 км в час. При этом мощность двигателя подвижного состава будет не превышать 50 кВт. Естественно, что такие характеристики сегодня кажутся фантастикой, но это все когда-то начиналось, и все оказалось фантастикой. Но это, друзья, уже следующего поколения системы. Сегодня мы с вами создаем, реализуем и запускаем в жизнь четвертое поколение, ну или как уже Антонидович говорит, 4+, то есть следующая модификация четвертого поколения. А то, что я вам с вами говорил, то есть уже выход на гиперскорости, это уже скорости все-таки соизмеримые более чем авиационными, а те характеристики, которые сегодня есть, они, конечно, сегодня не сопоставимы с любым техническим средством, которые есть. А по экологичности, экономичности и технологичности строения, ну, изготовление и построение не имеет ничего равного. Поэтому, друзья, для вводной части всегда мы завершаем тем, что вы подключились к сегодня, наверное, самому серьезному проекту в интернете, как минимум, а в инвестиционном пространстве это точно. Это проект, который сегодня соединяет, объединяет, мы объединяем мир сегодня, это один из наших девизов, то, что сегодня сотни и сотни компаний, администраций, территорий, людей, все это завязано в один проект Skyway, все это идет на построение единой транспортной системы Transnet, сеть, которая идет следом за интернетом. Это новое цивилизационное развитие, а мы как раз представители группы компаний, которые сегодня капитализируют интеллектуальную собственность именно инженеров, которые создавали десятки-десятки лет по главе именно инженера Юницкого, технико-экономическая школа, которая сегодня возникла. Мы сегодня реализуем и запускаем в жизнь эти проекты. Естественно, что наша не самоцель это построить экотехнопарк в Марино-Горке, мы сегодня, первый адресный проект, это собственно и есть, это экотехнопарк, ну а дальше уже сегодня идет проработка десятков и десятков адресных проектов, вы об этом слышали в наших репортажах, и от рода Хука, который, кстати, будет презентовать технологию в Берлине, будет показывать ряд адресных проектов, и от наших партнеров сегодня и в Канаде, и в Вине, и в Америке, и в Израиле, и в Киргизии. Вот Алексей завтра летит в Киргизию, тоже встречаться и с руководством, проводить конференции, тоже там будет ряд адресных проектов. Я сегодня вылетаю в Новосибирск, где мы будем именно в мэрии обсуждать именно новую закладку, новой концепции городов, которые направлены именно на жизнь людей, на улучшение жизни людей. То есть это, друзья, уже практическое применение, об этом мы будем много вам говорить, мы об этом много рассказывать. И у нас сейчас пришло приглашение, Виктор, как всегда уже, наш такой, так сказать, голубь мира, или я бы сказал, представитель технологии, он недавно ездил в Танзанию, встречался с руководством Танзании, стран Восточной Африки. В ближайшее время готовится визит в Боливию, сейчас активно прорабатывается вопрос с Мадагаскаром, с правительством запуска территории, там идет работа в Монголии. Мы много с вами, друзья, рассказывали, поэтому по мере того, как уже можно будет с коммерческой точки зрения бизнеса открывать эту информацию, мы все будем рассказывать, делать. Эта работа ведется постоянно, а сегодня как раз в приоритете у нас это именно презентация в Берлине и запуск, начало испытания, то есть начало демонстрации технологии, ее возможности. То есть мы с вами, друзья, за эти три года сделали невозможность с точки зрения представления технологии, когда мы перешли от стадии этого не может быть, а если это правда. И сегодня к нам потянулись инвесторы, которые действительно рассматривают варианты крупных инфраструктурных инвестиций. И второй момент, когда мы уже начинаем приступать от декларации, то, что технология может, к демонстрации того, что технология действительно представляет. И вот этот важный этап начнется в октябре от декларации к демонстрации. И этот процесс мы будем вести постоянно, то есть, как вы понимаете, все разом показано быть не может, будет приоткрываться все по частям для того, чтобы инвесторам, заказчикам донести информацию, но при этом и сохранить ноу-хау, и капитализировать максимально разработки, которые есть, и построить бизнес-проекты, которые мы сегодня делаем. Поэтому мы абсолютно уверены, что ту модель юридическую, финансовую, которую мы отстраивали, она выдержит все испытания, которые нам сегодня укладываются, и которые нам предстоят. Мы реально запустим адресные проекты, и мы реально перейдем к капитализации тех инвестиционных пакетов, которые мы сегодня формируем на венчурной стадии, благодаря большим именно дискаунтам с точки зрения премии. Дискаунт, чтобы вы понимали, это плата за риск, который сегодня дается инвестору за вход именно на ранней стадии. То есть я помню времена, когда дискаунты были 4,5 тысячи, к одному 2,5, долгое время держался 1,5 тысячи, тысяча, потом сейчас 600, дальше дискаунты будут, естественно, снижаться по мере того, как снижаются именно венчурные риски. Но при этом мы дальше будем развивать проект, и я думаю, что еще до конца этого года произойдет ряд очень серьезных событий, которые реально выведут проект на новый этап. И череда этих событий, это и сентябрь, Берлин, это и октябрь, начало демонстрации, и ноябрь, потом уже демонстрация политическому руководству ряда стран. То есть это отдельная тема, мы ее выводим в отдельную вещь, чтобы не связывать многие вещи. Поэтому этот процесс идет. Поэтому для тех, кому этот процесс интересен, проект, и вы получаете информацию, для этого мы ведем всю информационную нашу работу. То есть у нас 200 вебинаров проходит в месяц почти на десятках языках мира. Мы проводим сотни конференций по представлению презентации уже вживую, оффлайн. У нас работает огромнейшая команда профессиональных людей, которые уже владеют информацией Skyway и доводят. Ну а дело каждого это понять, принять и дальше двигаться в проекте или нет. Ну давайте, друзья, на этом мы всегда делаем... Сейчас про Гумфин, но это Михаил, это я во второй части, все вот эти вопросы, я их обязательно буду освещать на расширенной части. А сейчас наша задача, это те, кто пришел и услышал, это создать ожидания, создать интерес, создать понимание важности проекта. А дальше, друзья, зависит от каждого из вас, будете вы двигаться, будете участвовать в этих проектах. Ведь в конце концов, друзья, это дело каждого. То есть вот у меня было 10 лет назад или 8 лет назад возможность поучаствовать в биткоине, который только-только запускался. Алексей тоже там расскажет, что его звали в два проекта Skyway и еще ряд, которые тоже сегодня активно развиваются, но тем не менее он принял решение пойти именно в Skyway проект. Это дело каждого, и по сути дела, это и ответственность, ну и потом и вознаграждение тоже за тот риск или за ту интуицию, которую на сегодняшнем этапе проводят люди. А наша задача именно как команды Skyway, это доносить информацию, вы видите, она идет постоянно, идут постоянно обновляемые репортажи, идут постоянные новости. И я просто могу сказать, что начиная с самого начала вот этого информационного устраивания поля Skyway, разве можно сравнивать то, что мы делали 3 года назад и сегодня? Я даже с некой завистью сегодня смотрю, как наши молодые спикеры презентуют сегодня технологию, когда надо просто показать ретроспективу того, что произошло за эти 2 года, и это и есть доказательная база. А 3 года назад мы вынуждены были рассказывать о том, что было раньше и о том, что мы собираемся сделать и убеждать людей о том, что мы сможем это сделать. Сегодня, когда идет строительство, когда уже ведутся серьезнейшие переговоры на различных уровнях, в том числе и с руководителями десятков стран уже по применению технологий, то это совсем другой подход и это совсем другая работа. Но, друзья, здесь можно сказать, что это сделали мы с вами вместе, это сделала краудинвестинговая система и так как ее не любят многие, например, MLM-система, то есть многоуровневого лифтингового маркетинга, то есть это как раз то, что поощряет и стимулирует людей распространять информацию, я могу сказать, что это был единственно правильный путь, который мы двигали. Но сегодня наша следующая цель, друзья, и мы это не скрываем и говорим, это работа уже с крупными инвесторами, инвестиционными банками, фондами, которые уже готовы инвестировать в крупные именно инфраструктурные проекты. Но без того, что мы с вами сделали, разговоров об этом просто не могло бы быть в принципе. Поэтому, друзья, давайте сейчас у нас небольшой перерыв. Те, кому достаточно информации, значит, со всеми я прощаюсь, значит, мы с вами пока не встретимся в проекте Skyway, но с большинством, друзья, я думаю, что после небольшой рекламной паузы, как мы ее называем, то есть последних репортажей с Экотехнопарка, мы с вами продолжим эту работу. Я, к сожалению, с вами буду сегодня не до конца вебинара, как всегда, я где-то 13.40-13.50, друзья, я стартую в аэропорт и дальше, три следующих дня мы активно будем работать уже в Новосибирске, вот, с нашими партнерами, администрациями, инвесторами, банкирами, потому что там очень насыщенная работа. Ну, обязательно, как всегда, друзья, Перископ будет включен, надеюсь, что он заработает, у нас там были небольшие сбои по работе Перископа, вот, поэтому будете в курсе событий, будем двигаться дальше. Так, все, друзья, давайте небольшой перерыв, буквально 3-5 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова